Этому зданию больше века. Здесь все говорит о его величии. Просторные залы, колонны, лестницы. Долгое время в помещениях Дома офицеров находились различные секции студий. Позже его передали творческому объединению премьера. Сегодня здесь репетируют артисты, а по соседству живет музей имени Жукова. Его 20 лет назад создали ветераны Великой Отечественной войны. Многих уже нет живых, но дело их живет. Сегодня гость в Доме офицеров губернатор Вениамин Кондратьев пришел посмотреть то, в каком состоянии находится здание. Экскурсию глава региона начал с музея. Владимир Сокур, заместитель председателя комитета имени Жукова, рассказал об истории и традициях. И отметил, что экспозиция всегда пользуется большой популярностью. Ежедневно сюда на экскурсию приходят школьники и курсанты. Это здание пропитано теми, кто реально ковал победу. Духом этих людей. Это реально. Реальное здание. Да, реальное здание. А если мы сделаем здесь театр защитника Отечества, чтобы и молодежь, и все, и вы здесь были, чтобы о войне это здание не только могло в музее вашем рассказать, а на сцене. Со сцены молодежь могла видеть то, что было. Так это будет отлично. Осматривая помещение, губернатор подчеркивает, капитальный ремонт требуется незамедлительно. Если и дальше тянуть и восстанавливать будет нечего. Но важно сохранить исторические элементы интерьера. Сегодня, чтобы дать Дому офицеров вторую жизнь, нужно около 150 миллионов рублей. Вениамин Кондратьев отмечает, главное объект восстановить и открыть здесь театр защитника Отечества. Это будет важно и для ветеранов, и полезно для молодежи. Мы говорим об идеологии побед. О идеологии патриотизма. Вот этот театр, это будет основой именно этого. Вот театр этот, это основа идеологии патриотизма, победы, идеологии молодежи, подозрающего поколения, идеологии их души. Уже позже в Совете ветеранов в неформальной обстановке за чашкой чая губернатор вместе с председателями районных и городских ветеранских организаций обсудили проблемы, которые давно волнуют ветеранов. Одна из них – патриотическое воспитание молодежи. Глава региона в очередной раз подчеркнул, что воспитывать патриотизм и уважение к старшему поколению надо с детства, так как воспитывали всех, кто сидел сегодня за этим столом. Школа, конечно, это основа, вы правильно говорите, и самое главное – идеология. В России всегда был патриотизм, потому что патриотизм начинается с любви к матери. Нельзя любить мать, и тут же ей же желать, быстрее она там, значит, уйдет в мир иной, а я займу его квартиры. Помните, тетрадки у нас были чернышевского выражения? «Не может сын смотреть спокойно на горе матери своей, не может быть гражданин достойным к отчизне холоден душой». Вот это вот вырвать, поднять о том, что вот эти все формы есть. По мнению Вениамина Кондратьева, встречи ветеранов и молодежи должны проходить не только в преддверии праздников. Эта работа должна быть систематической, а не одноразовой акцией. Защитники Отечества должны участвовать в учебном процессе, приходить в школу на уроки мужества, а руководители всех уровней им в этом помогать. Однако в некоторых муниципалитетах дела обстоят совершенно по-иному, поделились с губернатором участники встречи. Вопрос главной обратной связи – как главы реагируют. Почему я говорю? Мне важен список. Если не реагируют, дайте поименно. Кто не реагирует, не помогает, дайте поименно. Кто не помогает. Большое безразличие начинается с малого, когда главе района не до ветеранских организаций. Тут не надо корректничать. И не надо с главами там, как бы его не обидеть. Ни в коем случае. Друзья, слишком дорогая и дорогое у нас на кону. Слишком дорогое. Будущее России. Будущее Кубани. Сегодня ветеранские организации – это первые помощники в районах воспитания подрастающего поколения. Только совместными усилиями эта работа даст положительные результаты. Заключим соглашение в месяц образования с этой ветеранов. Вот я недавно посетил 8 районов, где встречался с отдельным образованием, представитель советов ветеранов. Все это вам тут скажут, да, представитель советов ветеранов, что эта работа ведется. Каждый год уходят те, кто знает о войне не искник. Ветераны Великой Отечественной, живые свидетели истории. Именно они сегодня могут из первых уст рассказать о победе, которая далась дорогой ценой. Подрастающее поколение должно понимать, что они потомки тех, кто отстоял мир, чтобы не потерять связь поколений, отметил губернатор. Нет ни года, ни месяца сегодня нет. Молодежь взрослеет. Она взрослеет, и поверьте, мы упускаем те поколения, которые уже могут подниматься сильными, духовно сильными, нравственно сильными. Мы должны продумать такую системную работу, чтобы защитник Отечества с этой молодежью раз в неделю на системной основе встречался в школах. А когда мы проводим одну акцию, одну надо, или пусть даже три, на весь край, и тот, кто пришел, кто не пришел, это не системная работа, это акции, они тоже нужны. Но мне в первую очередь нужна системная работа, еженедельная работа, я не говорю ежедневная, еженедельная работа контакта ветерана и молодежи, молодежи и ветерана. Губернатор еще раз призвал заниматься воспитанием молодежи всем вместе, ведь от того, насколько духовно сильным оно будет, зависит будущее Кубани. Одним из ключевых моментов в этой работе станет создание Театра Защитника Отечества. Елена Касабова, Денис Перец, Артем Лачко, Кубань-24, Краснодар.